приветик надеюсь сейчас не вырубится это она как-то все нормально всем привет и снег идет мокрый присоединяйтесь пока вы присоединяйтесь хочу вам сказать большое спасибо за ваши комментарии под последним видео видео вышло сегодня в 12 часов у головной боли вот и на самом деле у девочку многих разные проблемы и не в комментариях делятся вот и оказывается разные есть всякие заболевания и у многих мигрени и каждая пишет что помогает ей поэтому если вдруг у вас есть с этим проблема то обязательно почитайте хотя бы комментарии вот может быть найдете для себя что-то полезное почему не ношу красный пуховичок он он более такой этот знаете как под спортивный костюм под ботинки он вообще идеален и он если он испачкался то протерли он уже чистый тот другой тот более такой выходной наверное не то чтобы выходной я имею ввиду что если например на него попадут капли я не знаю как он тебя будет вести а этому все равно вот она снег такой идет как дождь поэтому а так ношу конечно же чернигове тоже снег ну вот не хочет зима отпускать ну все равно куда на денется отпустит ай ты вот сама хочешь замуж или же я замуж не спешу конечно же почему потому что но я там была я там все видела поэтому у меня нету цели выйти замуж конечно я хочу встретить своего мужчину да и у меня нету цели выйти замуж да как бы именно чтобы ты мой муж нет больше когда это внутреннее понимание что вы как бы ну что вы нашли друг друга да мне это больше важнее чем печати в паспорте честно ну как бы вот поэтому для меня замужество привет наша дорогая любимая ничка с первым днем весны спасибо выздоравливай наша дорогая мы тебя очень любим береги себя спасибо большое так приятно вы не представляете как приятно такая поддержка от вас колоссальная идет в харькове дождь кайфую машине с кофе кайфую в машине кофе с вами да кстати когда болтаю я не пью кофе я разговариваю на стывает как можно просто хотеть замуж можно хотеть замуж за кого-то а вот так абстрактно вы не поверите очень многие хотят замуж просто и по факту выскакивают за тех кто им первый предложил и поэтому семьи разваливаются на самом деле нельзя ну девочки хотят праздник они хотят белого платья и тому подобное я наверное уже в том возрасте плюс у меня было две свадьбы ну можно сказать у меня нету цели устроить праздник максимум это вдвоем куда-то уехать и сделать как бы праздник друг другу не вылазить постели вот это праздник вот как бы но я тоже не понимаю как бы надо девочки что для вас вот замужество это что вы для себя просто как бы поймите что такое замужество почему вы туда хотите то есть просто чтобы у вас на руке было кольцо и типа у вас был статус замужней девушки так это не главное главное то что внутри есть ваш человек рядом с вами или нет это мое такое представление может быть конечно но такое субъективное каждому свое как говорится где находишься куда едешь нахожусь возле дома выпроводила детей ника сейчас покушает и завтра завтра аня капельницы должны помогать и отвезу ее обратно в школу у нее сегодня выступление и у них там дискотека потом бывший приедет берет демида и в общем я сегодня как бы не прикаянно детей разбирали вот но ника потом вечером придет я хочу с ней может кинулку это посмотреть она не будет уставшей потому что он после дискотеки возвращается сразу же ложится спать вот но мне девочка уже накидали разных фильмов так что я вечером буду устраивать себе киносеанс привет 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 анечка ты береги себя спасибо девочки на самом деле понимаю что надо мне мама сегодня утром позвонила расплакалась я думаю что ты плачешь для каждого родителя конечно же вот я не знаю что мне так вот в раз попросила но я уже прихожу в себя все нормально вот просто я буду знать что надо копаться все время надо копаться каждые там полгода раз в 9 9 9 10 месяцев мне сказал врач как твою здоровь мне это пуховик не дает видите мне возможности читать так это тоже лучше паси большое когда снова путешествие ну я аж в клубе нахожусь в мировом поэтому руки чешутся купить тур уехать но опять же хоть я путешествие недорого но батарея садится вот в любом случае сейчас надо поправить здоровье а потом вообще подумать о путешествиях и опять же как бы мне нужен ремонт в доме вот прям это очень надо согласно лучше одной чем с нелюбимым это понимание приходишь но приходит уже потом кому-то вообще не приходит кому-то приходит рано обычно после 30 ты уже как бы понимаешь что ты хочешь от жизни и так далее зачем отдавать энергию человеку до которого ты не любишь я не вижу смысла андрей и привет какой вы проходите лечение я же видео на ютюбе сегодня вышло видео и там полностью все лечение какое я прохожу я например очень хочу замуж но за лишь кого не пойду жду своего любимого а вот давай просто поговорим не просто вот чисто интересно почему ты хочешь замуж это же я очень хочу замуж почему именно как бы замуж почему нельзя как бы обрести любимого и не выскакивать замуж не знаю мне иногда я проезжаю загси и когда вижу когда молодые совсем молодые женятся я конечно всегда говорю господи благослови всегда но на девочку с утру думаю блин и куда ты вляпалась и но это так это все цинично правда на самом деле вот я так говорю сейчас акцентом цинизма но по факту ну такое хотя вы знаете когда человека любишь ты готов сделать все стирать гладить убирать и не знаю делать все что угодно потому что тебе это в кайф вот когда тебе это уже не в кайф когда это приносит такой типа блин опять вот это вот очень плохо поэтому надо чтобы рядом был такой человек для какого делается будет в кайф так уже планируете ли одни отпуск не а не сними видео об уходе что сейчас используешь по уходу за лицом и телом как раз сейчас переход и я меняю его поэтому да можно снять весенний сохранить и хорошо ника если а пропустила если что-то хочет в плане дорогих покупок покупаешь или нет ну смотря что если я вижу рациональ в этом ну то есть что действительно я это надо то как бы да если я вижу что там она хотела сегвей я бы нафиг он тебе нужен я хочу я бы с ним ездила там по торговому центру я была когда ты бываешь торговым центром раз в месяц ну как бы в селе разве что на квадроцикле ездить ну то есть я говорю и ну вот он будет он будет стоять потому что у нас нету ни ландшафта до чтобы ездить там во дворе то есть выезжать в парке так можно брать там на прокат ну то есть как бы поговорили поговорили все успокоилось поправляйте спасибо о мама моя это точно нет согласно с тобой расскажите пожалуйста о дне в марте когда на желание заказать спасибо погуглите потому что ну многим здесь не интересно эта тема больше дантрическая вот в бете 4 марта шива вот так бейте в гугле когда приедете большой дом мама к вам переедет на совсем да не сами согласно они ка же тоже замуж пойдет захочет платью для нету смотрите девочки я не говорю о том что не надо выходить замуж я в этом говорю я говорила конкретно по себе да я там было а поэтому у меня нету цели выйти замуж а у меня нет цели 1 было платье когда пойдет ника замуж я не знаю когда это будет я не знаю что она захочет захочет белое платье ok не захочет белое платье а захочет одеть джинсы футболку и перейти расписаться Окей, я это тоже приму. Захочет уехать куда-то на острова и там провести время с любимым и не кормить родственников, образно говоря, всех, потому что она выходит замуж, тоже окей. Это её выбор, она будет взрослая, и я приму любое. Потому что сейчас очень много молодёжи, которые просто не делают этих праздников, не делают этих свадеб. Какие-то девочки делают, они хотят этого. Тут на любителя. Я полгода была замужем, сейчас развожусь и больше замуж не хочу. Видите, живой пример вам. Анечка, сохрани эфир. Хорошо. Анюта, привет. Привет. Мы с моим мужем три года были вместе, а потом поженились. Так что да, главное найти свою половинку независимо от замуж. Это правда. Анюта, сохрани эфир, нет возможности тебя сейчас посмотреть. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Какие у вас любимые ароматы? Я уже вчера показывала, это пьер дистанц и какой-то... Я его не могла выговорить, начало нахер. Шучу, но как бы я вам выложу тогда в сториз, вам покажу этот бренд, там все ароматы крутые. Еще мне очень нравится Саденила. Вот. Я, конечно, это мой первый аромат такой, который я просто полюбила. Не, первый у меня был Гуччи. НВМИ, что-то такое. Какие ожидания от этой весны? Вы знаете, я перестала ожидать. Я буквально год жила в каком-то ожидании чего-то, и потом поняла, что это гиблое дело, и я ничего не ожидала. Единственное, что я хочу, но я, наверное, не успею этой весной переехать. Я очень хотела весной переехать в большой дом. Вот. Но я понимаю, что это надо тогда, чтобы мне, как бы, вот, деньги... Оп! Ай! Залетели на счет, и я их технично потратила на ремонт. Тогда да, но, как бы, пока у меня нет такой работы, которая бы сразу, моментально дала мне пятнашку или двадцатку. Вот. Поэтому пока так. Нет у меня никаких ожиданий. Как говорится, как Бог даст. Что такое мировой клуб путешествий? Там можно быть любому человеку. Ну, если вы входите в этот клуб, вход платный, то да. Плюс на этом можно еще и зарабатывать. Вот. Причем нормально зарабатывать. Ну, и при этом еще и путешествовать недорого. Какой препарат в клубах больно колоть? Колоть относительно больно. Тебе, ну, как бы, обезболивают. Это Ювидерм Тройка. Анют, как будешь выходные проводить? На самом деле я хочу пойти в кино. Очень хочу пойти в кино на громкая связь. Но посмотрим. Во-первых, ну, я, в принципе, хожу иногда и сама. Мне надо обзвонить подружек. В общем, надо же с кем-то пойти, чтобы потом обсудить это кино. Потому что с Никой, я не знаю, стоит идти на это кино или нет. Вот. Темка будет у папы на выходные. В общем, у меня тут планов как таковых на выходные нет. Этот мировой клуб только в России. Этот мировой клуб американская компания. И она по всему миру. Девочки, кому интересно, напишите в личку, я вам расскажу. Может быть, как-то напишу пост. Просто я знаю, что будет очень много вопросов. Поэтому не знаю, как это правильно сделать, чтобы у меня просто директ не засыпался. Но, опять же, как бы я туда зашла для заработка денег и для путешествий. Просто для путешествий. Ну, как, мне неинтересно тратить время, да. Как бы я могу, ну, как бы об этом рассказать и окей. А те, кто захотят, как бы, работать и зарабатывать на этом, добро пожаловать в мою команду. Как перестать ревновать мужчину без повода, просто даже за общение с коллегами женского пола. Прорабатывать свою уверенность в себе. То есть, это не в нем проблема, это проблема в тебе. У тебя неуверенность в себе. Займись больше собой, и ты не будешь обращать на это внимание. То есть, мужчина должен обращать внимание, как бы, где ты, что ты, как ты, с кем ты, а не ты. Займись собой. Если у тебя, например, там, ты сидишь дома с ребенком, то окей, как бы, займись хобби. Но в любом случае, ты всегда должна выглядеть офигенно. У тебя всегда должен быть маникюр, депуляция и все такое. Ну, то есть, как бы, это в априори. Ну, это, как бы, мое такое мнение. Как бы, я не ревную, ну, не ревновала своего бывшего мужа. И когда были какие-то корпоративы или тому подобное, я говорю, иди на корпоратив. Нет, я буду дома. Иди на корпоратив. Может пойти и через час вернуться. Ну, то есть, хотя я дома с детьми сижу, я никуда не денусь. Ну, такое. Но при этом у вас должна быть возможность в любой момент куда-то выехать. То есть, это хорошо, когда у вас есть такая возможность. Чтобы он знал, что если, знаете, он уехал, а вы тоже можете куда-то уехать. Но не в плане, типа, а, ты уехал, и я уеду на зло. Нет, 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 вы должны дружить. Вот. Ну, я на эту тему могу много говорить. У меня в этом большой опыт, честно. Спроси ты что-нибудь у нас. Опа. Ну, да, это логично на самом деле. Вот. Знаете как, я-то у вас одна, а у вас, то есть, вас много. Поэтому у каждого спрашивать, не знаю, такая какая-то тема должна быть, чтобы она всем была интересна. Вот. Ну, у меня, например, интересная тема, какое видео, как бы, у меня на канале вам больше нравится. Потому что я сейчас пытаюсь, вы видите, да, я разные темы поднимаю. Я очень разносторонний человек, поэтому я могу снимать обо всем. Но мне интересно, что интересно вам. Поэтому вот вам вопрос такой. Привет из Беларуси. Привет. Напиши пост о мировой клуб. Спасибо. Привет из Оренбургской области. Слышала такую? Конечно. Проверяла телефон мужа. В первом браке, да, и зря. Ну, потому что всегда что-то найдешь. Даже если там была какая-то, например, да, смс-ка типа, ну, она рабочая, но я могла придраться, я могла себе что-то нарисовать, придумать, ну, и так далее. Поэтому, девочки, если вы лезете в телефон, вы обязательно там что-то найдете. Ну, не в плане, что вы найдете там измену или что-то там, флирт, нет. Вы найдете, и ваша фантазия найдет. Вот, поэтому я вас умоляю, не лезьте в телефоны мужьям. Телефон это вообще лично дело каждого. И должно быть доверие. То есть он может быть без пароля, то есть как бы ваш, его, но при этом вы спокойно можете отдать, типа, ну, листай, проверяй. Но когда это происходит, это жутко неприятно, потому что сразу тебе не доверяют. А если тебе не доверяют, тебя не любят. Ну, это логично. Поэтому не надо так делать. Как перестать бояться ездить за рулем? Из-за этой боязни сижу дома, как клуша. Все просто. Просто берешь и едешь. Начинаешь по чуть-чуть. Хотя бы в магазинчик где-то рядышком. Это практика. Без практики ничего не будет. Ездить, ездить и ездить. По чуть-чуть, по райончику, по райончику, потом дальше и так далее. А вас муж ревновал? Ну, да, но не бешеной какой-то ревностью, такой, знаете, какой-то сумасшедшей. Привет! Так, девчонки, я прощаю, потому что... Да, я согласна по поводу кастрюли, беременности и декрета. Сейчас, Никуль, я закончу. А, ты... Ну, ладно. Только не поломайте мне эту штучку. Спасибо вам большое, что были со мной. Я, может быть, сегодня еще выйду в прямой фир. Мне надо везти Доминику в школу. Спасибо вам большое. И по поводу ревности. У мужчин ревность, она скрытая. Но, как бы, не надо доводить до ревности. Иногда это приятно, но не прикольно. Все. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok